всем привет и добро пожаловать на мой кулинарный канал где я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусной курицы я буду показывать каждый шаг приготовления а вы наслаждайтесь желаю вам приятного просмотра беру одну маленькую головку репчатого лука вес я его не знаю поэтому не скажу просто маленькую на глаз и нарезаем ее соломкой нарезанный лук пока откладываю в сторону беру пиалку смешиваю в ней чайную ложку паприки сладкой чайную ложку соли пол чайной ложки чили пол чайной ложки черного молотого перца и 2 чайной ложки чесночного порошка или гранулированного порошка если у вас есть все перемешиваю также если у вас есть орегано сушеный то можете тоже чайную ложку сюда добавить у меня его нет поэтому не добавляю далее беру 8 куриных голеней предварительно вымытых но не высушенных потому что влага не нужна беру часть из смеси специй и посыпаю сверху голеней или поверх голени как правильно сказать далее переворачиваю каждую и снова посыпаю каждую голень сверху смесью и специй пока убираю голень в сторону беру 120 грамм пшеничной муки это приблизительно 1 стакан добавляю сюда оставшуюся смесь специй все это перемешиваю ставлю на плиту сковороду и наливаю в нее примерно 50 миллилитров оливкового масла ну или любого вашего любимого растительного масла и разогреваю его на среднем огне и пока разогревается масло на плите я беру куриные голени и панирую их в муке со специями панирую вот так чтоб хорошо прям мука легла на куриную ножку чтобы вся помощь была покрыта мукой и выкладываю панированные ножки в разогретую сковороду с маслом обжариваю с двух сторон до золотистой корочки если считаете что масло у вас недостаточно можете поднять проверяйте сами когда у вас будет одна сторона уже поджаристая золотистая сразу же переворачиваете благодаря муке свет становится очень золотистым обжаренную голень убираю на тарелку пока заходит где-то примерно 3-4 минуты чтобы обжарить на среднем огне в это же масло где жарилась курица я выкладываю нарезанный репчатый лук натираю сюда зубчик чеснока перемешиваю все добавляю сюда 40 грамм сливочного масла это приблизительно две столовые ложки жду когда она растопится когда сливочное масло растопилось я добавляю сюда две столовые ложки муки со специями которые я панировал курицу перемешиваю ну где-то минуту все это обжариваю через минуту я добавляю сюда 500 миллилитров жирных сливок у меня 20 процентные также вы можете смешать пополам сливки с куриным бульоном то есть взять где-то 250 миллилитров сливок и 250 миллилитров куриного бульона теперь же это перемешиваю пока не начнут закипать сливки и загущаться соус мой закипел и загустел я выключаю под ним огонь беру глубокую емкость для запекания выливаю сюда соус выкладываем в соус куриные голени беру сверху поливаю этим соусом все голени накрываю всю эту прелесть фольгой чтобы фольга плотно облегала форму для запекания и теперь все это убираю в духовку разогретую до 200 градусов на 1 час час прошел и куриная голень готова убираю фольгу осторожно чтоб не обжечься и пахнет и все можно подавать любимым вашим гарниром по желанию посыпать можно зеленью петрушка или укропом это уже на ваш вкус и выбор у меня на гарнир гречка голени положу себе сразу четыре штуки хороший у меня аппетит и поливаю гречку этим вкусным получившимся соусом также сверху голени нужно полить и все можно приступать поеданию вкусной еды ну а с вами я на этом прощаюсь благодарю всех кто посмотрел это видео до конца подписывайтесь кто еще не подписан жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также пишите в комментариях свое мнение об этом рецепте и видео желаю вам всего доброго пока 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 пока